добрый день сегодняшний блог как ни странно о торе я не оригинален но как всегда новый взгляд для меня по крайней мере недавно мы пережили отпраздновали кто как праздник живот время дарования торы очень знаменательно что семь дней после живота по крайней мере здесь в израиле мы не говорим или не молимся молитву таханун почему что такое таханун специальные просьбы мольбы о спасении о том чтобы нам всевышний помог и выйти из состояния всяких наших бед почему потому что это время в принципе радости время радости поэтому эта молитва отменяется откуда мы это знаем а то очень интересно генерал тракта тихо гига который мы сейчас изучаем говорит так что праздник живот это же один день если человек в первый день единственный день праздника не успел принести все полагающиеся на этот день жертвоприношения не успел нужно принести жертвоприношения как обычно нужно приносить в праздник праздничную жертву жертвы всесожжения жертвы радостные мирные не успел в один день уложиться не сложилось Говорит Гемера, откуда мы знаем, что в Шевуот еще 7 дней можно продолжать восполнять те жертвы, которые он не принес в первый день? Говорит Гемера, подобие Песаху и Суккоту. Точно так же, как в Песаху и Суккот есть дни, когда можно восполнять. В первый день, по идее, нужно принести все жертвы. Но человек не принес, он может в течение холямоид, полупраздничных дней принести все, что нужно. Донести, восполнить. Окей. Но в Песах же нет, в Шевуот, простите, нет же холямоид, нет этих полупраздничных дней. Как же можно уподобить Песах, в котором Турас сказал, что есть 7 дней праздника, или Суккот, в котором 8 дней праздника, и Шевуот, в котором Турас сказал, что у него один день праздник. Говорит Гемера, есть у нас специальное толкование Торы, которое говорит, что несмотря на то, что мы продолжаем работать и вести абсолютно будничный образ жизни в эти дни, все равно можно восполнять жертвоприношение. Интересно. Какой-то особенный статус. Что он означает? Второй момент. В Шевуот приносят жертвоприношение 2 хлеба. Особое жертвоприношение 2 хлеба. Единственный раз в году, когда приносят жертвоприношение хамец из квасного теста, это в Шевуот. Когда ты приносишь благодарственную личную жертву, там из 40 хлебов 10 тоже были хамец из квасного теста. Но из обязательных жертв общины единственная жертва хамец – это что? Это штея лехам 2 хлеба в Шевуот. Почему? Почему вдруг в Шевуот возможно приносить жертву из квасного теста, что нельзя в течение всего года? Мне кажется, что на оба этих вопроса есть один ответ. Что мы отмечаем в Шевуот? День дарования Торы. Что значит день дарования Торы? Значит, Тора начинает жить с нами вместе. Мы получаем Тору заново. И поэтому, что это значит? Что свои обычные будничные дни мы имеем возможность осветить Торы и сделать их как будто полупраздничными. Понимаете? Мы продолжаем работать. Мы делаем все как обычно. Но поскольку у нас есть Тора, это полупраздничный день. У него есть другой статус, у него есть святость совсем другая. Мы получили Тору. И поэтому в эти дни, да, можно уподобить это Песоху и Шевоту. Несмотря на то, что там полупраздничные дни, из-за того, что это Песох или из-за того, что это Суккот. Тора сказала, говорит Гемара, нет. После Шевота тоже есть семь, как будто полупраздничных дней. За счет чего? За счет Торы. А Тора можно продолжать работать как обычно. И все равно это у тебя считается полупраздничный день. Интересно? Более того, Тора говорит, что с чем сравнивается, говорит Аризель, с чем сравнивается хамец? Квасное. Мы говорили об этом. Это дурное начало. Растет больше, чем есть. Это не реально. Маца – это реальность. Вот то, что есть. Хамец – это оно, как это, тело-то поднялось. Это не что-то реальное. Это бактерии, так сказать, сделали объем. Да? Которого нет. Это что сравнивается с Яцерара? Дурное начало оно всегда делает. Что-то, что на самом деле оно вот такого уровня, оно поднимает его. Я хочу. Мне надо. На самом деле тебе нужно так. А Яцерара тебя заставляет все это, как это, подняться. Тесто в этом. Так вот, Тора, если в этот день получают Тору, то можно совладать с Яцерара. Дать ему правильные рамки. Дать ему направление. И Тора дает возможность. Поэтому в день получения Торы можно принести даже жертвоприношение какое? Квастное. Потому что Тора дает силы совладать с чем? И с природой человека тоже. То есть, что мы видим? Тора, который мы получаем, и мы сейчас празднуем вот эти вот. Мы находимся сейчас в течение этих семи дней после живота. Что нужно из этого вынести? Что Тора может, первое, изменить наш обычный будничный день, дать им совершенно другой статус. Если мы изучаем Тору каждый день, слушаем урок, на Талдот заходим, смотрим изучение Талмуда, смотрим какие-то, читаем статьи. И если мы изучаем Тору, это дает нам возможность изменить себя. Взять себя, такого, как я есть, и сделать себя лучше. Это две вещи, которые мы можем выучить из вот этих вот семи дней после живота. Это то, чем я хотел с вами поделиться. Желаю вам счастливого продолжения года, чтобы Тора помогла нам стать лучше, и чтобы Тора помогла нам сделать нашу будничную жизнь праздником. Спасибо большое.